С начала января зафиксировано снижение количества заболевших острыми респираторными инфекциями среди детского населения, отметила заместитель руководителя по лечебной работе Инна Сатуаева. Пик миновал. Количество госпитализированных в стационар сейчас достигает 28 человек, что является нормой в сезон холодов. Пациентов с тяжёлым течением болезни нет. В период роста заболеваемости обращение было до 200 в день. Сейчас, конечно, из 100 обратившихся, где-то 15-20 только по острым выростным заболеваниям. С конца октября до первых чисел января провели более 400 детей. И среди них достаточно тяжёлые. Ещё в конце прошлого года стационар детской больницы был переполнен. Пациентов приходилось укладывать и в боксы других отделений РММЦ. Численность пациентов достигала 100 человек. Как отметила Инна Сатуаева, различалось три вида заболеваний. Мы не могли, конечно, верифицировать вирус гриппа, но по симптоматике у нас практически 50% это был грипп. Один ряд вируса – это как ларингиты, то, что мы говорим, ложный круг, так понятнее. Второй ряд вируса – обычный, где идёт насморк, кашель. А третий – грипп. По симптоматике она яркая, она сразу подъём температуры до 40, не поддаётся жаропонижающим средствам. Головная боль, боль в глазных яблоках, значит, мышечные боли, суставные боли и вообще тяжёлое общее состояние. Продолжается 2-3 дня, потом идёт наспад. Катаральные явления вообще могут не проявиться, но, как правило, кашель всё-таки проявляется. В настоящее время детская поликлиника вернулась к работе в штатном режиме. Однако, пока в декабре была вспышка заболеваемости и медблоки были переполнены, медперсонал и пациенты столкнулись с ещё одной проблемой. По словам Инны Сатуаевой, в декабре три новых корпуса РММЦ были отключены от горячего водоснабжения в результате аварии на участке трубопровода. Суть поломки, как объяснили мне, это изнашивание прокладок, истончение. Ну и они, наверное, начинают пропускать воду, и их в наличии нет. Поэтому прокладки будут 20-го. По словам Инны Сатуаевой, поломку обещают устранить в ближайшее время. Марьяна Чочиева, Заурустаев, Лали Кодоева. Информационный выпуск сегодня.